Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова Наталья к диагностике, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверю. Хорошо, и Наталья стоит в скеннере, и я даю команду скеннеру. Скеннер начинает на счет 3 сканировать пространство над головой. Один, два, три. Скеннер начинает сканировать все 7 тонких тел на талии. Но вот у нее стоят какие-то рамки. Я даже знаю, как объяснить, как скобы, которые сдерживают ее. Где-то по уровню плечей и ноги. Хорошо, я даю команду. Снимаем эти скобы силами его намерения. Отправляется в клетку тюрьмы на счет 3, 1, 2, 3. Безболезненно выходит из биополя. Отправляется в клетку тюрьмы. Информация идет, что это ее. То есть она себя ставит в какие-то рамки. Не дает себе сама дальше двигаться, развиваться. Ну, в любом случае, это патогенная энергия на этом не нужна. Хорошо, скеннер сканирует. Значит, у нас демон инкуб. Там еще должен быть спрут или эндиктоиды. У нее арахноиды и у нее спрут. Вот. Арахноиды волосатые. Черные, да? Их несколько? Два я пока вижу в клетке. Хорошо. Два арахноида и спрут. И кто же установил там инкубатор, интересно? Арахноиды, скорее всего. Да, арахноиды. Хорошо. Четыре канала ты видишь? Они четыре канала и вот эти скобы ее тоже. Так, мне эти скобы совсем не нравятся, Вера. Они не должны быть ее биополем. Это не защита. Это ограничение самой себя. Но это ее. Она ставит себе ограничения, сомнения. Хорошо, мы спрашиваем тогда тонкую копию Натали. Что она хочет с этими скобами начать? Что она хочет с ними делать? Убираем их. Уничтожим. Уничтожим. Отлично. Хорошо. Открывается портал под этими скобами. Галактическая дро. Один, два, три. Они улетают в галактическое дро на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Посмотри, пожалуйста, у демона цифры над головой. Один, два, три. Двадцать. Двадцати герцовый. Здорово, демон. Здорово. Мы здесь проводим чистку у Ольги, согласно ее волеизлиянию. Ты уже понял. Меня интересует, на каком основании ты здесь находишься? У тебя есть какой-то контракт с ней? Или ты улучшил момент и зашел, когда тебе было удобно? И привел инкуба с собой? Нет контракта. Просто заскричил. А какая энергия была? Где ты подключился и как долго ты сидел? Получается, инкуб его привел. Зашел на похоть инкуб. Инкуб зашел на похоть и привел демона. Такого я еще не видел. Обычно наоборот случается. Демон приходит и приводит инкуба. Как долго сидел демон в теле? Пять лет сидел инкуб. Подожди. Демон три. Демон три. Три кода. Хорошо. Демон, там есть лярвы у Натальи? Ты, наверное, хочешь меня попросить о чем-то? Отдай. Подпитка нужна. Хорошо. Когда, значит, после чистки объявляю всем процедуру. Сейчас будет происходить чистка. Мы дадим вам все темные энергии. Заберем все светлые энергии. Потом я каждому дам команду выйти. Забрать все, что они оставили в биополе до последнего микрона. После этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Если вдруг кто-то что-то оставит, то он сгорит просто по каналу в клетке терме по двумя миллионами герц. Поэтому я рекомендую прислушаться. Все, кто пройдут проверку, на первый раз будут отправлены без всякого воздействия на свою чистоту. Все, кто будет обманывать, блокировать энергии и так далее, те будут сразу наказаны в клетке. У меня есть меры воздействия на всех из вас, но я не хочу их применять. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. Итак, переходим к процедуре реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Натали спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродные негативные, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Спрут идет плотная такая, бело-серая какая-то энергия. Спрут, как долго ты сидел в этом теле? Десять. Десять лет. Там надо рассинхронизацию делать. И арахноиды, как долго вы сидели в этом теле? Полтора года. Полтора года, хорошо. Арахноиды в доме, где живет Натали, есть порталы? Воронки? Они не знают. Не знают. Кто из присутствующих знает? Демон, знаешь ты? Знаю. А? Знает. Хорошо, Демон, скажи мне, сколько порталов в ее квартире? Много там? Я одним пользуюсь. Но их больше, чем один, да? Есть воронки, полуждающие. Понятно, это мы знаем воронки. Хорошо. Там, наверное, дом надо чистить, скорее всего. Хорошо, обращаем внимание, Наталья. Наталья, у вас в квартире существуют порталы, воронки, через которые сущности могут спокойно заходить в любое удобное для них время. Я вам рекомендую пройти чистку квартиры. Как у нас с реверсом? Закончился. Хорошо. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Наталья забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Наталья себе обратно. Она, хозяйка этих энергий, возвращает все свое себе обратно. Кто больше всех брал? Ну, от всех идут энергии яркие. Оранжевая тарахноидов голубая идет от инкуба. Красная демона. Инкуб голубую энергию берет? Инкуб, зачем тебе голубая энергия? Это же третий глаз. Светло-голубая или? Светло-голубая. А, это вишутка. На шее он имеет. Горло. А, понятно. Он там накинул свой этот ошейник. Вот, как всегда, и лупит ее плеткой, да? Я не знаю, пока не вижу. Мне только одно умеет делать. Готово. Хорошо. Так, закончили реверс. Сейчас я даю команду выйти с пруту. Спрут сидел 10 лет. Вытаскивает все, что он оставил, отсасывает всю жидкость. Все свои отходы, все забирает. Ни одного микрона не остается. И потом возвращается в клетку. Вот сейчас он показывает. На голове он у нее сидел. И одна вот эта его щупальца в рот заходит. Там у него присоски. Человека должно было по-любому в горле где-то что-то неприятное ощущение быть. Кашель такого плана. Он как-то и до низа живота входит в свою щупальцу. Чуть громче говори, пожалуйста, Вера. Плечи тоже с плеч с ним. Шея. Готово. Хорошо. Выходят арахноиды. Арахноиды забирают и все, что вы там оставили. Всю паутину, все свои яйца. Если у вас там потом стоит, все забираете. Инкубаторы. Все. Ничего не остается. У нее на уровне живота. Да. Такая, как сплетенный такой шар. Ага. Из паутины. Ну оттуда холод шел сильный. Я ей писал. И вот они по этому, как сфера он большой такой, круглый. И там внутри они жили. Понятно. Арахноид, это ты был ответственный за набор веса? Или спрут? Кто из вас был ответственный? Что человек так много набрал вес? А на пределе Ова, ну арахноид, вот он показывает, он этот шар увеличил. Ну вот увеличились размеры человека. И там вот как в сфере они там в своей жили. Ну а на физическом плане это отразилось в 25 килограммах. Вот это ваше расширение земельного участка, где вы там обитаете. Вам это не понять. Нет, он говорит, что понять. Но у него идет информация, что ей будет трудно это убрать. Потому что она тоже расширилась, как он говорит. Ну то есть ей надо сужаться. Сужать желудок. На физическом плане или на астральном? Да, на физическом. На астральном они убираются. Хорошо. Есть еще такой вариант, что человек сам восстановится и желудок у него уменьшится автоматически. Потому что он перестанет есть, так как вы не перестанете у него столько энергии требовать для того, чтобы содержать свой дом в тепле. Если такой вариант. Они не кивают. Вот именно арахноиды. Хорошо. Так, переходим к инкубу. Инкуб выходишь сейчас. Снимаешь все свои ошейники, все ленточки, все что ты там оставил, мы все видим. На бедрах, на ногах у нее ленты. Ну как весело тебе было инку пять лет? Ну он как-то, знаешь, с него ты грызать плетка нет. Ну как-то он у нее спереди был, как рюкзак постоянно сверху. А он на груди висел, да? Угу. Няшечка такая. Рюкзачок. Ты берешь меня, говорит. Ты что смеешься? Ты ему комплимент делаешь. Я не пойму, что-то все меня суккубы, все инкубы мне предлагают себя. Со мной что-то не так, я не пойму, или что-то у меня на лбу написано? Это комплименты мой сделал. Это комплимент был? Няшечка. А, в этом плане. Это была шутка. Найдешь себе нового. Тех, кто на твоей чистоте, я большим уверен. Тебе и пяти минут искать не надо. Пройдись по улице и каждый может быть... Он забрал. Забрал. Все. Хорошо. Демон, прошу тебя выйти сейчас. Вытащи все, что ты оставил. Что он снимает, Вера? Ну, он говорит, что... Что тут снимать? Носки у нее такие толстые. Снимает он. Показывает, что он там сидел. А за что он был ответственный там, в ногах? Снизу давил он. Он рогами давил? Угу. А, понятно. А на ноги давал тяжесть? Давал, да. Носки вот эти. Ну, эти носки дают тяжесть. Ладно, хорошо. Все снял? Да. Можешь снять, забрать сейчас все лярвы, которые... Только ничего не оставляй. И возвращайся в клетку. Лярва на сердце у нее. На груди. Большая, черная или нет? Как негатив какой-то ее лично насобирал. Вот что значит переживания сердечные. Да. Готово. Хорошо. Так, все прошли сейчас. Тогда я сейчас подхожу к Наталье. Кладу руки на плечи. Не, стоп. Сначала делаем проверку. И я даю команду скэнеру. Скэнер начинает сканировать, начинает сканировать. Все семь тонких тел полностью. Не чисто. Хорошо. Я подхожу к Наталье. Кладу руки на плечи. И моей собственной энергией сто тысяч керц. Отсекая все каналы на счет три. Один. Два. Три. Интересно, спрута канал отобьется или нет? Нет. Нет. Хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию энергии спрута и Натальи. На счет три. Один. Два. Три. Спрут забирает все свои энергии. Энергии проходит полная рассинхронизация. То числового значения сто процентов. Каждый забирает свои нити. Рафноиды плотно синхронизированы. Надолго. Приехали в гости. Планировали остаться. Готово. Хорошо. Так. И я еще раз подхожу к Наталье. Кладу руки на плечи и отсекаю еще не отстегнувшиеся каналы. Один. Два. Три. Удар. Все отстегнулись. Открывается портал в галактической ядро. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Один. Два. Три. И я даю команду. Наталья. Три. Начинает выдавливать из себя все негативные остаточные патогенные энергии. Энергии злые дни наматываются до последней нити. Со всех семи тонких тел. Один. Два. Три. Готова. Она говорит, что смогла, то выдавила. Хорошо. Все. Демон хочешь? Да. Заберет. Отправляю демону. Один. Два. Три. Хорошо. Нам меньше будет работы. Все. Они прошли все проверки. Будем отпускать. Обращаюсь ко всем присутствующим. Наталья сегодня будет произносить манифест, где она зачитает и объявит о своих свободах. Поэтому с этого момента, после прочтения манифеста, вам запрещен вход в это биополе. Если я повторно кого-то найду, а я узнаю об этом через 10 минут, если изменится состояние Натальи, она моментально почувствует, что в нее кто-то вошел. И если я вытащу кого-то из присутствующих здесь найду, он уже никуда после этого не уйдет. Поэтому я вам рекомендую найти новое место обитания и больше не приходить в это биополе. Всем понятно? Да. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте спрута против часовой стрелки. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ничего не бросил? Нет. Боятся. Хорошо. Арахноиды готовы уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноидов. Один, два, три. Арахноиды забирают все, что они с собой принесли, уходят на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, инкуб готов уходить? Ну, он поскуливает, готов. Ну, найдет он себе новую жертву. Больше, чем уверен в нашем мире. Это, к сожалению, у тебя больше всех шансов со своим развратом. Готов уходить? Все, поехали. И открывается внизу портал на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Забывая дорогу назад, закрывая, печатай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готовы. Хорошо, демон, готов уходить? Да, готов. Все, мы больше с тобой не встречаемся. Ты получил, что ты хотел. Открывается внизу на частоте демона портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И демон уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, ставь огненную пентаграмму. Поехали по частотам. И переходим на частоту магического воздействия. Как оно у нас выглядит? Прекрасно выглядит. Яркие, сочные энергии, насыщенные. Отлично. Вызываем куратора тогда. И делаем запрос сейчас в энергоинформационном поле. Приглашаем к нам куратора или учителя. 1980 года, воплощенное на Земле. 1, 2, 3. Просим прийти куратора или учителя к нам в комнату. Женщина. Мы снимаем все маски и голограммы. Мы приветствуем учителя или куратора. Наталья, представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Ева. Ева. Очень приятно, Ева. Вы куратор или учитель? Я куратор. Куратор. Хорошо. Ева, меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня производили чистку вашей подопечной Натальи. И вытащили из нее все, что там насобиралось. Все это убрали. Она сейчас чистенькая. Она изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезно ответить на эти вопросы? С удовольствием отвечу. Хорошо. К вопросам мы не имеем никакого отношения. Это ее выбор был. Хорошо. Первый вопрос. Какая я душа? Здесь имеется в виду космическая, земная и так далее, и так далее. Космическая душа. Космическая. А с какого созвездия она пришла? Она с Юпитера. С Юпитера. Благодарю вас. На каком уровне находится сейчас мое высшее я? На восьмом. Благодарю вас. Сколь давно было мое первое воплощение на Земле? За первое воплощение, кто еще не спрашивал никогда. 26 тысяч лет. 26 тысяч лет назад. Что эта информация дала Наталье, я честно говоря, не знаю, но 26 тысяч лет назад. Благодарю вас, уважаемая Ева. Поехали дальше. Сколько кармических узлов у меня и сколько еще осталось пройти? Пять кармических узлов, три прошло. Два осталось. Впереди. Благодарю вас. Следующий вопрос. Мое предназначение. Ты должна проработать себя. Чуть громче, Вера. Ты должна проработать себя и перейти на следующий уровень высшего я. То есть пройти все кармические узлы, решить все задачи и подняться на ступени высшего я. Кармические узлы можно пройти по-разному. Кармические узлы это вынесение опыта и взросления. Безусловно. А Наталья наступает, как вы говорите, на одни и те же грабли. Есть такое у нас выражение. Есть такое, да. Не знаю, может быть это связано было с ее... Мы удалили там один контракт, где она там в 1518 году в Турции была в рабство попала. И это оказало на нее такое сильное воздействие. Сейчас мы это все аннулировали и уничтожили. Я не знаю, может быть и с этим связано. Возможно и после этого решатся у нее какие-то проблемы, которые она не могла до этого решить. Это будет зависеть от нее. Конечно. От ее поступков. От ее поступков. Благодарю вас, уважаемая Ева. Я тогда продолжаю. Или если вы закончили. Да, пожалуйста. Как мне связаться со своим куратором или с учителем? Я буду рада общению. А как ей связаться? Может вы ей какую-то технику порекомендуете? Может вы опишите, как вы выглядите для начала, чтобы ей это было легче представить? Техника простая. Призывай меня по имени и слушай ответы. Я могу выглядеть по-разному. Сейчас на мне длинное изумрудное платье. Великолепно. Благодарю вас, Ева. Я перехожу к следующему вопросу. Если вы позволите. Я не хочу вакцинироваться. Правильно ли я поступаю? Ты должна спросить свою душу. Не сердце. Не меня. Это твой выбор. Личный. И раз ты не вакцинируешься, наверное, есть на это причины, которые перетягивают в другую сторону. Ты должна научиться доверять себе. Прекратить сомневаться. Раз тебе сердце говорит, что не нужно, ты должна послушать сердце, включить голову, подумать, почему сердце подсказывает тебе это. И сложить решение головы и сердце. Это и будет самое правильное решение. Благодарю вас, Ева. Очень хороший ответ. Мудрый ответ. Благодарю вас. Я, если вы закончили, я продолжу тогда с вопросами. Продолжаю. Хорошо. Я читаю, как написано. Правильно ли будет, если я разорву отношения со своими мужчинами? Я не могу ответить на этот вопрос, так как это твоя жизнь. И это твои решения, от которых зависит твое будущее. Правильно будет то, что будет правильно для тебя. Научись, наконец-то, слышать себя. Отношения даются, чтобы почувствовать любовь и жить в гармонии. А ты говоришь о мужчинах, да еще и спрашиваешь меня, разорвать с ними отношения или продолжать. Мне нечего ответить. Это твое личное решение. Раз у тебя нет любви ни к одному из них, я не считаю эти отношения правильными. Благодарю вас, Ева. Дело в том, что я говорил Наталье. Все вопросы, которые связаны с выбором какого-то решения в какой-то ситуации, что мне делать, как мне быть, с принятием или непринятием какой-то ситуации, ни один куратор, ни один учитель никогда не ответит. Мы видели сотни кураторов и учителей, и все говорят, это твое право. Если ты хочешь так выбрать, это значит твое право, ты хочешь так выбирать. Но мы не будем брать на себя ответственность за твою жизнь. В этом плане ты должна сама этот путь пройти. Я не понимаю эти вопросы. Для меня это так легко. Послушать свое сердце, и оно укажет путь. Раз идут сомнения в выборе, значит, там нет правильного ответа. Благодарю вас, Ева. Я перехожу дальше, если вы закончили здесь. Я хотела донести это как можно проще. Пожалуйста. Не уверена, что я понятно объясняю. Вы очень правильно и очень понятно объясняете. Здесь все абсолютно понятно с нашим менталитетом. Мы все понимаем. То, что вы хотели сказать, и я больше уверен, и ваша подопечная это тоже самое поняла. И даже, может быть, даже и чувствовала внутри себя, но пыталась получить какое-то подтверждение, как обычно бывает. Хорошо, я перехожу туда к следующему вопросу. Как мне избавиться от моей незавершенности, неустроенности? Вечно я стою перед выбором. Вопросительный знак. Перед выбором стоят все. Это и есть взросление сознания, а также ответственность. Принимать ответственность за свой выбор. Поэтому ты сперва думаешь, взвешиваешь, слушаешь свое сердце, а потом принимаешь решение. Я бы хотела добавить первую уверенность и сомнение. Да. Опять же, это то, что тебе нужно проработать. Научиться верить себе. Она написала слово «незавершенность» здесь. И неустроенность. И то, что она перед выбором постоянно стоит. Что значит «незавершенность»? Я не понимаю. Она не завершает какие-то действия? Не доводит что-то до конца? Я бы хотела добавить, что сегодня было много чего завершено за несколько сотен лет. Объясните, пожалуйста. И определенные рамки были убраны. Ах, вы имеете в виду вот этот контракт, который мы убрали, да? Совершенно верно. Да. Он наверняка ее тянул. Ограничения, которые она... Рамки эти. Рамки эти. Абсолютно верно. Мы тоже не могли понять, откуда. Мы думали действительно это от какого-то интерферента. И не могли даже себе представить, что такие скобки, такие рамки человек в состоянии сам себе поставить. Первый раз сегодня увидели, Ева. И для нас была новая ситуация. Будь открыт. Пожалуйста, научись доверять себе. Наталья, вы все слышали. Все, что сказала Ева. Все. Вы повторяетесь, Ева. Вы уже пятый раз говорите, или шестой. Научись доверять своему сердцу. Научись доверять. Это важно. Я понял. Научись доверять себе. Здесь просто все ситуации так связаны, что они связаны с доверием к себе. Все вопросы. Ты научишься принимать правильный выбор. Благодарю вас. Поехали дальше. Тут еще осталось два вопроса последних. Виноват ли я в том, что у меня травма спины? Это была моя ошибка? Ты занимаешься самобичеванием. Не надо винить себя в чем-то. Нужно принять и дальше жить. Там был кармический узел для твоего сознания. Благодарю вас. Да. Да. Пожалуйста. Ну, ты опять обвиняешь себя. Я очень рада, что Наталья сейчас понимает ненужность своих вопросов. Благодарю вас. И самый последний вопрос, если вы, конечно, здесь закончили. Да, пожалуйста. Правда ли, что я в одной из предыдущих жизней была похоронена заживо? Ужас. Нет. Была жизнь, где ты была закрыта под землей. Второе время. Тебя держали. Это когда рабыня она там была, да? В этом воплощении или в другом? Получается, на корабле. В трюме она была заперта. Когда их перевозили. Да. Это все оттуда тянулось. Я сейчас увидел. Это действительно такое состояние, как ксенофобия. Как оно называется? Когда вот это вот замкнутое пространство, и люди имеют страх этого замкнутого пространства. Возможно, вполне. Все может быть, конечно. И так этот страх был сильный, что человек просто реально оставил отпечаток на все свои предыдущие жизни. Страшные вещи. Уважаемая Ева, мы закончили. У нас все вопросы, которые хотела вам задать ваша подопечная Наталья. Если вы хотите ей что-то лично передать сейчас, это был бы самый лучший момент. Я вижу сейчас, как изменилась Наталья. И хотела бы от всего своего сердца ее, куратора, поблагодарить вас за ее очищение и преображение. Мы принимаем вашу благодарность, уважаемая Ева. И дальше мы только полдела сделали. Дело в том, что все остальное зависит теперь от Натали. Я также благодарна Наталье за нашу встречу и за то, что она сделала выбор в сторону встречи со мной. Замечательно. Благодарю вас, Ева. Ева, у нас есть вот такая очень добрая традиция. Все кураторы, все учителя, которые приходят к нам в комнату диагностики, могут заказать себе любой подарок земли, который они все только могут пожелать. Это может быть мыслеформа, это может быть продукты, вода, еда. Все, что вам душе угодно, мы можем вам сейчас материализовать. И хотим, чтобы вы это получили. Выберите что-нибудь. Я бы хотела цветок. Какой? Лианой распространяется. А, это цветок, который растет на лиане, когда она цветет, да? Просто зелень. Хорошо, Верочка, ты поняла, о чем речь, да? Поняла. Хорошо, и давай сейчас в твоих руках материализуется. Это лиана. Один, два, три. Сидай с этим цветком. Когда он цветет. Передай, пожалуйста, это то, что вы хотели. Да, это зелень. И, Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. Один, два, три. И передай, пожалуйста, эту корзинку Еве от нас в знак благодарности за сегодняшнюю встречу. Мы надеемся, ей это понравится. Какая прелесть. Благодарю вас за подарки. И мы благодарим вас за ваш подарок, за то, что вы пришли, объяснили очень важные вещи Натали. Мы очень надеемся, что эта встреча, это наша работа, все вместе выведет ее на новую ступень развития, осознанности. И, в принципе, это и есть наша работа, то, чем мы занимаемся. Мы помогаем, облегчаем людям стать осознанными и очень рады, когда у них получается это. Я благодарю вас за цветок. Он называется плющ. Плющ. Для вас может кажется, что он сорняк, но он очень нужен. Иногда он покрывает серые невзрачные стены и делает из них шедевр. Абсолютно верно. Он неприхотлив и растет везде. И действительно, эти узоры, когда он там по стене растет, этот плющ или там виноград, тоже это очень красиво. Я обожаю это. И зелень. Зелень это мой цвет. Зелень это ваш цвет. Вы знакомы, Ева, в жизни? Вы встречались с Натальей когда-нибудь? Лично? В какой-то жизни? Я нет. Она встречалась со своим учителем. Со своим учителем. Благодарю вас, Ева. У нас все. Мы сейчас будем возвращать. Тогда тонкую копию Натальи в систему Биоробот Душа. Мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. Возможно, до скорых встреч с вашей подопечной. Очень надеюсь на контакт с вами. То, что он у вас получится. У нее, вернее, с вами. И я, надеюсь, благодарю вас от всей души. И мы благодарим вас. Желаем вам всего доброго. И прощаемся. Она ушла. Отлично, Верочка. Все. Значит, будем возвращать тогда Наталью. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Натальи в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Да, я здесь.